В этом году научно-практический семинар посвящен 20-летию районирования сорта озимой пшеницы Московская 39. Ученые представили свои достижения в области генетики и возделывания сельхозкультур, продемонстрировали посевы новых сортов зерновых и зернобобовых. Еще буквально 10-15 лет назад о продовольственной пшенице в Подмосковье говорили с очень большим скепсисом, с улыбками. Сейчас это реальность. Прошлый год нас очень впечатлил по качеству зерна. И в этом году, несмотря на все сложности погодных, условия, которые мы в начале года ощутили, когда была большая засуха, не хватало влаги в почве, но тем не менее, особенно озимые сорта пшеницы, Московская 39, 40, Немчиновская, показали себя очень достойно. И, конечно же, это в первую очередь заслуга селекционеров. Немчиновка – крупнейший научно-методический центр сельскохозяйственной науки России. Сорта института возделывают во всех регионах страны. На 67 из них выданы патенты. Институтам получены авторские права на 143 изобретения. Пшеница сегодня так же зимует, как рост. Может быть, даже в многих местах еще лучше. Это все результат селекционной работы. Без селекции будущей аграрной нашей секции России нет перспективы. На опытных полях и в лабораториях ежегодно повышают квалификацию сотни научных работников, руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства. Проходят практику студенты российских вузов и аспиранты. Внимание привлекается к труду и ученых, к труду тех, кто растит хлеб, кто его добывает. Это очень важно для нашей страны. Научно-практическая конференция проводится с целью обмена опытом в развитии перспективных направлений сельского хозяйства, придание дополнительного импульса по реализации инвестиционных проектов и внедрению эффективных ресурсосберегающих технологий в агропромышленном комплексе. Мария Шматкова, Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.